Смежная дисциплина означает, что с одной стороны вы должны быть стрелком, а с другой стороны рукопашником. К сожалению, люди часто думают, что я занимаюсь боксом, у меня третий разряд или КМС, и мне этого достаточно. Я любую проблему решу двоечкой в чем-то, не решишь. Что их будет двое, поэтому двоечка в чем-то, скажу, что у тебя нужно помочь. Со стрелками еще хуже. Они думают, что у меня есть эта штука, большой железный предмет на боку, я себя чувствую в царем горы. Вы убедились, что на дистанции двух метров нифига. Так не работает. Как происходит обычно обучение рукопашному бою? Человек пришел, отрабатывает удары по воздуху. Бам-бам-бам. Понял технику, понял динамику, как повернуться. Дальше снаряды. Лапы, мешки, макевары. Бам-бам-бам. Сила, скорость, точность. Отлично. Но потом третий этап. Живой спарик. То есть есть человек, который бьет тебя в ответ. Как происходит обучение о стрельбе? Вы пришли и холостите. Навык получили. Достал, дослал, вынес, нажал. Потом стрельба по мишеням. Те же самые лапы. Начинаешь попадать, понимаешь, где делаешь ошибки. Но потом нужен живой противник. Нужен спарик. К сожалению, у нас в стране запрещено симмунишем. То есть это патроны с красящей пулей. Они бьют куда больнее вот этих шариков. Я в Польше их попробовал. Я был на Леофарда похож. Но они учат. Они учат через бой. У нас тут не пользуются. Да. Боевом меняется ствол. Там меняется ствол. А, там ствол необычный? Нет, нет. Там ствол специальный под этот. Тут есть конвершн кик. Есть специальные гопки, которые сделаны под симмунишем. У нас они запрещены, к сожалению. У силовиков уже есть. Может быть мы договоримся, сделаем симмунишем. Но как вы убедились, на коротких дистанциях с живым движущимся противником все не так. Вообще не так. Не отменяет необходимости владеть базой. Но останавливаться только на базе, я классно делаю дырки в мишеньках. Если вы занимаетесь ради спорта, ради того, чтобы выиграть соревнования, без проблем. Это ваше хобби. Если вы предполагаете, что с помощью вот этой штуки вы будете защищаться от живого человека, который хочет вас убить, то без спаррингов нельзя. Как бы я вот мешок не гасил до звона, пока я не выйду и не по спаррингу с человеком, я не пойму, где моя шесть. Я надеюсь, что вы для себя вынесли какие-то выводы, чего вам не хватает. Кому-то физухи, кому-то там навыков рукопашки, кому-то не хватает хорошей хобуры и ремня. Почувствовали, да, как это важно? Может быть охрененным стрелком, если у вас хобура говно? Вот так, это тоже важно, старяжение это важно. Атагир, кстати, рекомендую хорошие хобуры. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них отвечу. Первый вопрос, который возникает, это если противник дает свое оружие, применяет боевое или нет. Есть в Уголовном кодексе понятие уявная самооборона, мнимая самооборона. Если противник достал оружие, ты имеешь право применять свое оружие. Если оружие окажется боевое, можно ли работать из травматического на подавление? У тебя 10-12 патронов в магазине. Ты их выпустишь за 2-3 секунды, пока ты будешь менять магазин. Знаешь, если ты работаешь из травмата против боевого, ты стреляешь еще коррозийными шариками, и начать стрелять реальными пулеметами. У тебя очень мало шансов. Вообще работа на подавление, это когда у тебя есть пулемет и 2 короба, тогда ты работаешь на подавление. А когда у тебя есть резиноплю и 12 патрончиков, ты работаешь на поражение и потом разрываешь дистанцию. Но по большому счету против боевого, то есть реальность-то какая, ты достаешь травмат, он достаешь калаш. Ну сегодня же, все годы не в Украине. Или граната. Но стрельба на подавление не есть пистолет, это не пистолетная терапия. Это автомат, пара рожков.